Уважаемые, у нас есть возможность сейчас вместе обратиться к Священным Писаниям, и я хотел бы поговорить на одну, как мне кажется, злободневную и важную тему. Хочу прийти к истории с Есфирью. Мы все хорошо знаем и много раз комментировали, обсуждали очень известную, очень потрясающую судьбу этой женщины и народа израильского в то время. Почему та самая книга в Священных Писаниях названа Есфирь? Как раз в связи с именем той молодой женщины, которая очень особенным образом сыграла ключевую роль в тот период времени в жизни израильского народа. И вы помните, как это было. Сгустились тучи над Израилем. Они уже и так были в плену. Ими так было непросто. Выживали, как могли. Как-то более-менее обустроились в тех землях пленения. Рожали деточек. Ухаживали за домами, за хозяйством. Жили, взращивали свои семьи. Заботились о своих домашних. Жили минимально. Тихо и спокойно. И кажется, даже там, среди плена, среди разрухи, мало того, дьявол снова воздвигает гонения. И не просто жить скудно или хорошо. Решался вопрос жизни или смерти каждой еврейской семьи. Когда Мардахей узнал об этой ситуации, естественно, эта новость потрясла всех израильтян. И он через своего посланца передает информацию в царский дом, царский дворец своей родственнице Есфири. И все, что он почувствовал, как должно быть, он посоветовал ей, слушай, не пойти ли тебе к царю и не поговорить ли о судьбе твоего народа, о судьбе нашей с тобой семьи, о судьбе твоей личной. Ты же понимаешь, что дальше жизнь под большим вопросом. Когда она услышала эту информацию, понятно, что эта информация ее потрясла. Но она взвесила за и против. Насколько возможно ей постучаться в царские двери и войти в комнату без приглашения. И вот смотрите, как она пишет, как она отвечает. Я прочитаю это коротко, Есфирь, 4 глава, несколько текстов. Она говорит ему, отвечает Мардахею, «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор без спроса, то есть не был позван, один суд – смерть. Разве только тот, кому царь прострет свой золотой скипетр, останется жив? А я, меня не звали в царский дом». Ну, по-человечески ведь логично все. Очень серьезный вопрос поднимается. Вопрос семьи, вопрос родственника, ее личный вопрос. Ее судьба под прицелом. Приговор обозначен смерть, ни больше, ни меньше. Таким не жить, у таких будущего нет. В голове крутятся кадры всех друзей, родственников, знакомых и близких. И понятно, что приговор через время другое придет в исполнение. И что делать? Дядя, брат ее двоюродный подсказывает ей, «Слушай, ну пойди к царю, ну попроси царя, ведь может царь переменить все, может. Но как пойти?» И вот на эту деталь я хочу обратить внимание. И вот отсюда извлечь очень важный урок. Она говорит, послушайте как, «Мардахей, все в царстве знают, все служащие, все рабы, все слуги, все министры, все премьер-министры, все знают, что без приглашения в царскую комнату никто не заходит. Если кто-то осмелится это сделать, открыть дверь и зайти, один выход, один результат смерти приговора. Ты понимаешь меня? Меня не звали». Логично или нет? Логично. Но в этой истории, друзья, есть две правды. И Есфирь озвучила одну из них. Правда в том, что к царю вот все в статусе, который у них есть, рабы, сатрапы, министры, слуги, не имеют права зайти. Другая правда в том, которая осталась в тени, что ты, Есфирь, не рабыня, ты не сатрап, ты не министр и не слуга. Ты принцесса. Ты царица. Ты жена. Им нельзя. А тебе? А тебе? А тебе можно? Что произошло в сознании Есфири? Произошло вот что. Слишком много времени она проводила среди них. Среди людей, которые мыслят вот так. Тебе нельзя. Среди тех, которые говорили, это не твоя судьба. Среди тех, которые говорили, тебе не положено. И потому, что она там, среди них, проводила слишком много времени, у нее сформировалась такая точка зрения, которая принадлежала не жене царя, а рабам царя. Ведь на самом деле, друзья, а если бы не постучала? А если бы не зашла, если бы не попросила, какой исход? Исход всех их был бы очень печальный. И до нее бы добрались. Вы знаете, кажется, ну она что там, за золотыми дверями? Да нет. В очень похожей ситуации в одно время оказался известнейший человек Востока, Даниил. И когда царь издал указ, который касается там всех, помните? Царь пришел и сказал, ну, люблю тебя, переживаю за тебя, но извини, Даниил, раз что подписано, то подписано. Пожалуйста, в яму со львами. Помните эту историю? Это могло коснуться и ее. Это могло коснуться и ее дома, и Мардахея. Это могло коснуться всего Израиля. Вот здесь я хочу сделать небольшой вывод. Во имя Иисуса Христа хочу сказать следующее. Друзья мои, как я понимаю отсюда, нередко мы оказываемся в ситуациях, в которых нет воли Бога, чтобы мы там были. Услышьте, нередко мы проходим через те обстоятельства жизни, смиренно складывая руки на груди, говорим, ну, пути Господни, воля Господня, ну так Бог, такая моя судьба, мне, значит, это надо. Можно я крикну, тебе это не надо, это не твоя судьба, Бог в этом не заинтересован. Аминь? Я, вы даже не реагируете, я плохо крикну. Как-то, я как-то хочу, чтобы дошло, простите меня. Я разговариваю с людьми, которые проходят через ад. Я разговариваю с людьми, у которых разрушена семья. И очевидны причины. Человек залез во все болото, в которое можно только залезть. И сидит полностью разрушен и говорит, ну, мне надо через это пройти. Можно я скажу тебе, дружище, ты сын царя, тебе не надо ходить по болоту во имя Иисуса Христа. Тебе не надо, чтобы тебя все хищные звери кусали с разных сторон. Тебе это не надо. Бог в этом не заинтересован. Бог тебя туда не направлял. Почему ты там оказался? А вот это другой вопрос. Это тема, которая меня беспокоит. Мы много общаемся, мы много проводим времени, мы много разговариваем с христианами, с детьми Бога. Иногда мы видим христиан в грустной ситуации. Да, есть обстоятельства, которые не зависят от нас. Да, есть пустыни, через которые мы проходим, потому что проводит Господь. Друзья мои, но давайте будем честны. Иногда мы оказываемся в обстоятельствах, в которых не должны были оказаться. Которых должны были обойти стороной. И тот путь, который проходим, он не предназначен нам. Мы сами его выбрали. Мы пошли этим путем. Воля Бога была иной. Ну как случается? Человек говорит, подожди, ну вот здесь в болоте я чувствую руку Бога. Ну конечно. Так значит Бог со мной? Да. Так значит мне надо там быть? Нет. Когда ребенок оказывается в болоте, и мамыны руки его оттуда вытаскивают, он должен там быть или нет? Нет. Когда у ребенка порваны штаны, и он лазил по кустах, и все и задрал, и там в этих кустах нащупывают материнские руки, которые его оттуда вытаскивают, он должен там быть или нет? А у него аргумент. Так мама там со мной. Так мама там со мной, в этих кущах, в этом болоте, в этой грязи. Да. Мама с тобой. Почему? Потому что любит. Потому что из-за тебя туда полезла. Но она не хотела, чтобы ты там был. Она для тебя определила другое время в этом дне, и другое место, где ты должен быть. Но и там ты встретил маму. Да, в болоте. Да, в проблемах. Да, ты встретишь Господа. Его руки будут тебе протянуты. И ты почувствуешь его дыхание. Но это не аргумент для того, чтобы говорить, знаешь, ну вот там мне надо было Бога встретить. Слава Богу, что я его там встретил в болоте. Но можно было встретить его не там. И встречу для тебя он назначал не там. Вопрос выбора. Вопрос выбора. Какую главную мысль я хочу отсюда извлечь? Снова возвращаюсь к этой истории. Исфирь находится, смотрите, с одной стороны один голос от Святого Духа, голос от Мардахея, который говорит, дорогая, постучи в дверь, зайди, ты имеешь право, ты жена царя. И она в это же время слышит 10, 15, 25 голосов вокруг. Все шумит, как в улее. Нельзя заходить. Это не твоя судьба. Ты не имеешь права. Ты будешь наказана. И чувствуете, как бы силы даже не равны. Потому что голос от Бога звучит в сердце. И столько шума вопреки, столько грохота вопреки. И что она должна сделать? Ее битва в ее голове. Вот здесь пульт управления. И именно вот здесь она должна принять решение входить в эту дверь или не входить. Рассчитывать на Божье чудо, на Божье освобождение, на Божье исцеление, на Божью сверхъестественную помощь. Или принять судьбу такую, как она есть. И влочиться, как все. Потому что все так. Тетка моя так болела. Дядька мой так умирал. Мама моя через это проходила. И в нашей деревне все такие. И откуда мне вышли? Генетика у нас такая. Это печать на нас. Это проклятие на нас родовое. И можно это бесконечно продолжать. Друзья мои. Друзья мои. Но голос Мордахея говорит, вставай. Вставай. Подними лицо. Подбородочек подними. Видишь дверь? Стучись. И бесы будут тебе говорить, ты не имеешь права. У тебя нету на что рассчитывать. Тебе не помогут. Тебя не услышат. К тебе на помощь не придут. Но голос Духа Святого будет продолжать говорить тебе. Стучи. Иди. Открывай эту дверь. Заходи. К царю царей. Господу господствующих. Откуда придет помощь для тебя. У Бога есть для тебя чудо. У Бога есть для тебя помощь и ответ. Что в этой истории очень важно. Пульт управления нашей жизнью находится здесь. Где мы принимаем решения. В этих страстях. В этой борьбе. В этих противоречиях. Вы знаете, когда еще молодым уехал миссионером, и мы там проповедовали, встречались с разными людьми. И мы встречались с разными людьми. И знали одну семью. Он хирург. Очень профессиональный, толковый, молодой человек. В то время врачи жили бедно, и он подрабатывал, как и все. И вот они поехали машины таскать из другой местности, чтобы здесь перепродавать. Уснул, и случилась авария. Все целые... Их там двоем были. Они двоем были. Все. Ничего. Как-то по касательной ударились. Машина не очень пострадала. Рядом человек тоже не очень пострадал, который был за рулем. А он в это время задремал, расслабился. И когда произошел удар, он о стойку ударился головой. В общем-то, синячок даже небольшой был. Но удар был в какое-то очень ответственное место. И после этого, ну, извините, как у нас говорят, ну, человек стал как овощ без движения. Мычал. Я его знал до того, и я пришел к нему в больницу после того. Ничего не сломано, никакая косточка, ни пальчик, нигде никаких повреждений. Свежий розовый человек, но получил удар в то место, куда нельзя получать удар. Не знаю, как это объяснить, нарушен вестибулярный аппарат, что-нибудь еще, но нет координации движений. Отсюда не идут импульсы и сигналы, команды не идут в тело, тело не двигается, хотя кости крепкие, мышцы крепкие, вчера еще спортивный человек, все. Очень точный удар был в очень опасное место. Когда я смотрел на него, я помню, тогда вспомнил нашего прадедушку Адама. Когда он был в Адамском саду, все было хорошо. Господь предложил для него невероятная хорошая возможность. И Бог сказал ему правила, которые должны были организовать и дисциплинировать его хорошую там жизнь. Но пришел дьявол через змея и нанес удар куда? Не по ноге, не по почкам, по голове. И так ударил в голову, такой информацией ударил в голову, что точка зрения поменялась. И то, что он обходил стороной, он на этом завис. Удар получился как? По голове. Сдвинулась вся парадигма жизни. И Адам с Евой стали смотреть по-другому. Ева вдруг сказала, подожди, так а почему мы не можем? Так а что это такое? Так а я не согласна. Так а почему ограничения наложены? Так а я хочу. Счастья нет в жизни. Вот если отсюда еще с этого дерева не поем, вот нет счастья в жизни. Ева, ты вчера была счастлива? Да. Третьего дня была счастлива? Да. Устраивало тебя все? Да. Получала наслаждение? Да. Комфортно было? Да. Почему счастье пропало? По голове получило. По голове получило, счастье пропало. Все, что есть, уже не радует. Птицы поют не так, солнце светит не так, облака и тучи не такие. Что случилось? Что поменялось? Ничего не поменялось. По голове ударили. И все. Это серьезный вопрос. Знаете, почему я о нем говорю? Я процитирую апостола Павла для авторитетности моих слов. Апостол Павел говорит о травмах нашего мозга, о травмах нашего разума. Он говорит, когда человек, когда мы получаем травму, у нас наш ум становится поврежденным. В другом месте Писания оскверненным, Павел говорит. В третьем месте привратным. В четвертом ослепленный. В пятом помраченный. Это серьезные вещи. Когда апостол Павел в священных писаниях так много времени говорит вот о чем. Друзья, дети Божьи, вы, которым суждена судьба с небес, вы, которые пришли к Богу, чтобы следовать за Богом полноценной, благословенной жизнью. Будьте осторожны. Потому что противник, ваш дьявол, ходит как рыкающий лев и пытается вот так же, как когда-то ударил дедушке по голове, ударить тебе. И потом, и потом разум становится поврежденным. Все нормально. Только разум поврежден. И ты смотришь, человек красиво одет. И ты смотришь, у человека столько талантов. И ты смотришь, человек так правильно ходит. Все нормально. Но что-то не то. Апостол Павел говорит. Иногда, знаете, кто ездил по вечерам, когда дальним светом влупят тебя и все. Мгновение, и ты не видишь, куда ехать. Или в ту канаву слетаешь, или в ту канаву слетаешь. И говорят, ослепили. Апостол Павел говорит. Иногда бывают ситуации в жизни, когда твой разум, твое восприятие реальности становится ослепленным, становится извращенным, превратным. Нередко люди живут нормально, все, потом что-то приходит в жизни настолько извращенно. Ну все вот так, ему надо поперек. Все вот так. Жена говорит, я не узнаю мужа, что с ним случилось. У нас были одинаковые ценности, мы любили Бога, шли в церковь, жили правильно. Все, надо извращение, кто его знает какие. Не узнаю жену. Было все ровно, нормально, были друзья, были родственниками. Все переконфликтовалось, везде со всеми. Нету контакта, нету восприятия своих, чужих, ближних. Что происходит? Друзья мои, жизнь очень сложна. Мы много времени уделяем, какую воду пить. Мы много времени уделяем, чтобы немножечко подтянуть с весом. Мы много времени уделяем, всякие там добавки, чтобы что-то как-то со здоровьем. Ну и это неплохо, и это правильно. Но о чем я сегодня говорю, и главная моя мысль, друзья. На основании этой истории с Есфирью, я увидел, как непросто было ей. С одной стороны, она получала информацию от Бога, которая ее направляла через трудности к победам. И столько грязной, неправильной, неправедной, смутной информации было вокруг, что она засомневалась. Она отвечает Мардахею и говорит, но ты неправильно мне говоришь, я не могу войти в ту дверь. Почему? Царица подгрузилась настолько, что теперь она не чувствует внутри себя уверенности открыть дверь и зайти в спальную комнату к своему мужу или в парадную. О, как бывает. Друзья мои, мы дети Божьи. Однажды Иисус Христос на кресте умер за все наши грехи. Он разрушил всякое наше проклятие. Он дал нам благословение будущего. Он назвал нас своими детьми. Он сказал, когда ты встаешь передо мной, начинай твою молитву со слов «Отец мой, который на небесах». И потом в Священном Писании Он говорит, если сын или дочь попросит хлеба, разве Отец подаст камень? Он проясняет нам наши отношения с Господом. И вдруг в нашей жизни происходят сбои. Мы как-то теряемся. Мы как-то по-другому начинаем смотреть на все. У нас есть ценности Священного Писания. У нас есть ориентиры Священного Писания. У нас есть определенные авторитеты, на которые мы опираемся. И проходит время, и вдруг ты встречаешь человека, ближнего, брата, сестру, и он мыслит совершенно другими категориями. Ты же понимаешь, что есть система координат, есть система ценностей, есть система категорий, есть система авторитетов. И в этом плане живет христианское общество. Вот это важно во-первых, вот это важно во-вторых, вот так правильно во-первых, вот так правильно во-вторых. И вдруг у человека начинает все меняться. Попала какая-то скверна? Возможно. Пришло ослепление разума? Возможно. Через какие вещи? Очень много разных путей. Но из Священных Писаний, друзья, мы видим, что есть дьявол, враг человеческих душ, который заинтересован ударить по очень главному месту. Не по пятке, не по коленке, не по ноге. Промахивается иногда, иногда по коленке достается. Но его цель не по коленке. Его цель не по пятке. Его цель ударить сюда, чтобы, если что, сбилась парадигма. Сбилась система координат. И потом вроде как бы ты встаешь, как Самсон, встану, как прежде. А силы нет. Буду двигаться, как прежде, но не получается. Буду давать команду моим рукам, ногам, а не идет все. И знаете, иногда бывает от чего очень грустно. Я извиняюсь, что я такие тонкие вещи касаюсь. Иногда ты видишь человека, вроде как бы внешне здоров, а он не может рукой своей ложку ко рту подтянуть. А он не может идти ровно и правильно. И ты так состраданием, правда же? Состраданием. Смотришь на человека, ты понимаешь, тебе жалко человека, но он, у него нормальная логика, он нормально мыслит, у него там все правильно, как и у тебя. Но он пытается дать команду оттуда импульс в руке, она движется неправильно. Он пытается давать команду ноге, импульсы не работают, неправильно, нога не слушается. Это такая грустная картина. Я сейчас заговорил о грустном, друзья. Мы иногда смотрим в нашей христианской жизни, вместе идем в Царство Божье, и вдруг ты замечаешь, кого-то рядом. И немного странное поведение духовное. Отношение к причастию, отношение к молитве, отношение к Слову Божьему, отношение к воскресному собранию. И ты разговариваешь с человеком, и он тебе такие аргументы предлагает. Ты понимаешь, что ты должен сегодня быть в церкви, сегодня причастие? Да, ну я кроликов купил. Ну и? Ну в смысле? Не, ну ты понимаешь, животных же тоже Бог создал. Ну вы понимаете, как бы оно, ну у человека есть логика, у человека есть аргументы, ну ты понимаешь, что Иисус на кресте, вопрос твоего спасения, вопрос ада и рая, твоей вечной жизни, а ты про кроликов вспомнил сейчас. Ну как бы, и ты понимаешь, а как говорить человеком, ну как бы, ну вот он в нормальном костюме, он нормально тебе рассказывает истории про кроликов, и ты понимаешь, ну здесь уже, здесь серьезнее, понимаешь? Здесь ты понимаешь, что, ну, ну, что-то произошло, ну куда-то ударили, ну как-то сдвинулись ценности. Извините, друзья, но я, я вот так от сердца говорю. Поэтому, к чему я приглашаю? Две вещи. Берегите мозги. Первое, берегите ваши мозги. Знаешь, что мне мама говорила в детстве? Вася, ты знаешь темные улицы? Не ходи там один вечером ночью. Там могут ударить. Это нормально или нет? Ну если ты знаешь, что там за этими перекрестками собираются выпить, собираются покурить, собираются там в карты поиргать, где-нибудь еще. Ну нормально, если обходить эти места, или надо обязательно там пройти? Священные Писания говорят, худые сообщества, что делают? Развращают новые добрые нравы. Ну, можно обойти это, или надо обязательно там быть? Можно туда не идти? Не, ну ты можешь попробовать, насколько тебя бьет, а ты стоишь, а ты держишься. Как это? Нас бьют, а мы летаем, да? Вот. Ну, можно попробовать. Ну, вы понимаете вопрос как? Иногда человек может упасть, там, не знаю как, переломать руки, ноги, потом, знаете, как-то срослось, сжилось, восстановился и пошел. Но есть другой случай, я рассказывал, все здорово, все нормально. Один удар неправильный, один удар, и все, и человек на всю жизнь. И тогда я думаю о духовном, понимаешь? Можно там попасть в переплет, вышел сухим из воды, там попал в переплет, вышел сухим из воды. Да, есть люди, которых за свою жизнь раза три-четыре отлучали и церкви, и восстановился, и потом еще, не знаю, там, творит чудеса, там, и так дальше. Тебе это надо? Тебе надо проверить, сколько раз восстанавливают после отлучения? А зачем? Не, ну, можно, да, в вашей церкви принимают вот таких, ну, попробуй, а зачем? А после такого греха принимают? Ну, попробуй, а зачем? Понимаете, как бы, есть другой совершенно уровень жизни, и священные писания говорят, береги себя, береги свои мозги, береги свои отношения с Богом, береги чистоту мысли, береги чистоту взгляда, чтобы ты чувствовал Бога, слышал Бога, Божьи прикосновения, Божьи откровения, чтобы приходило в твою жизнь, чтобы ты не подцепил какой-то вирус, чтобы не сбилась программа, и тогда вроде бы ты среди собрания, и вроде бы вместе со всеми, и как-то кто-то контактит с Богом, кого-то наполняет Святой Дух, кто-то получает откровения, а у тебя там вот, ну, все там, знаете, как в телевизоре советском, помни, как все вот так, вот так, и ты сидишь, смотришь на сцену, смотришь, что происходит, и у тебя все вот так трещит, и ты не понимаешь, что происходит по жизни, и ты не понимаешь, что делать, ты не понимаешь, куда идти, ты не понимаешь, какие решения принимать, ты не понимаешь где Бог, с какой стороны, что с ним делать, как молиться, стоя, лёжа на коленях, громко, тихо полностью всё сбита программа это очень важно и отсюда очень важный вывод организовывай свою жизнь так, чтобы не оказаться в ненужных местах где можно попасть в проблему и наоборот, священное писание знаете, как нам говорят а что если случилось что-то не так а что если немножко тебя присветило а что если немножко вирус попал а что если удар пропустил и чувствуешь, что идёт какой-то сбой нет вот тех реальных отношений с Богом, нет откровения от Бога нет силы идти за Богом восстановить свою жизнь, нормально здраво идти за Богом переживая и чувствуя Бога что делать? Апостол Павел в Кримской Церкви, помните, как писал в 12 главе братья, умоляю вас милосердием Божьим, не сообразуйтесь с этим миром потому что, когда будете сообразовываться с этим миром ваш ум, ваше восприятие мира будет подстраиваться под систему этого мира а что делать? преобразуйтесь обновлением ума аминь чтобы вам познавать, что есть воля Божья есть благословение от Бога можно перепрограммировать можно перепрожить можно перезагрузить можно восстановить не сообразуйтесь с этим миром а что делать? преобразуйся обновлением ума чтобы вам познавать, что есть воля Божья и когда Господь обновит твой разум ты будешь понимать, что есть воля Божья что хорошо, что плохо куда надо идти, куда не надо ты будешь чувствовать, понимать и слышать голос Бога и когда окажешься среди опасностей, как оказалось, Иисфир ты точно будешь знать, кто ты ты точно будешь знать, что тебе делать ты точно будешь искать знать твои обетования в Господе Иисусе Христе Это же здорово или нет? Знать Бога, знать себя, знать свое место в Божьем Царстве, понимать свое предназначение, что бы ни было вокруг. Это крайне важно. И для этого апостол Павел говорит, друзья мои, вам крайне важно в жизни знать волю Бога. Но чтобы знать волю Бога в жизни, с твоим прежним умом, с твоей прежней системой ценностей, ты не разберешься в познании Бога. А что мне делать, Господи? И Священное Писание говорит, преображайся, обновляя твой ум. Как это делать? Мы в Священных Писаниях видим некоторые рекомендации от апостола. Апостол, первое пожелание говорит, апостол Павел, взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Мы же, говорит апостол Павел, с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Первая рекомендация, что делать, чтобы привести наше восприятие в порядок, чтобы наш ум преображался. Апостол Павел говорит, взирайте на славу Господню. Пару дней назад ко мне подошел человек, мы разговаривали с ним. И он говорит, знаешь, мы приехали в Соединенные Штаты, прошли комиссию, чтобы там оформляться, и обнаружили у жены рак. И это было серьезно. Потом мы встретились у вас в офисе. Был ты и был пастор Леонид. И состояние такое было не очень. Настроение. И пастор Леонид стал рассказывать свое свидетельство, как Господь его исцелил. И он говорит, этой информации нам хватило, чтобы зарядиться. Мы вышли и сказали, а мы будем уповать на Бог. Да, там человек умер, там человек умер, там человек умер. И пару дней назад я сговариваю с этим человеком, и он говорит, знаешь, что я тебе скажу? Все женщины, которые также в то время получили диагноз и болели, примерно в то время, уже никого нет. А мы живы. А мы живы. И последнюю какую-то там сохшуюся опухоль вырезали, и мы совершенно здоровы во имя Господа Иисуса Христа. Амин. Слышите, что говорит Павел? Взирая на славу Господню. Можно перевести это на русский язык? Ты можешь 15 человек знать, твоих знакомых, родственников, селян, которые умерли от этой болезни. Это тебе не поможет. Знаешь, что тебе нужно? Взирать на славу Божью. Ты знаешь, что Господь исцелил пастора Леонида. Напросись к нему на чай, проведи с ним вечер. Молитвенно и трепетно открой свое сердце, и пусть он расскажет о славе Божьей. Ты найдешь еще одного человека, которого Господь исцелил. Туда доберись. Ты ходи по всех людях, которые видели Божью славу. Пусть они рассказывают тебе часами, 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 часами о Божьей славе, о величии Бога. Найди дедушку, найди бабушку, которые в своей жизни видели славу Божью. Выброси телефон, телевизор, пойди к этой бабушке. Сядь тихонечко на краю стульчика, и пусть она расскажет свою жизнь и Божью славу в ее жизни. И чем больше ты будешь наполнять твой разум славой Божьей, чем больше твои мозги будут пропитываться славой Божьей, тем больше твоя вера будет возрастать. Ты будешь по-другому смотреть на Господа Иисуса Христа. По-другому будешь воспринимать мир. Друзья мои, правда другая. Мы должны приходить к истинным Божьим. Второе, что говорит Священное Писание. Священное Писание говорит, что мы обновляемся Духом Святым. Наш ум обновляется Святым Духом. Это значит что? Это значит, что есть атмосфера присутствия Божьего. Атмосфера молитвы. Атмосфера, где ты можешь наполниться Святым Духом. Атмосфера, где ты можешь размышлять о Нем. Есть такие атмосферы. Есть такие места. На неделе есть домашняя группа. Есть молитвенное собрание в церкви. Есть другие мероприятия. Есть сестры твоей подружки, которые собираются помолиться. Есть братья твои, друзья, которые собираются помолиться. Не все остальное делать, а помолиться. Тебе это надо. Найди эту компанию. Ты можешь прийти в этот вечер и поместить себя в другое место. И получишь информацию, какую хочешь. Какую хочешь информации, в век информации. Информации очень много. Найди место, где ты почувствуешь атмосферу Божьего Духа. Атмосферу Божьего присутствия. Если тебе надо это. У нас в округе 25 церквей. Найди 5 из них. В одной молитва в понедельник. В другой молитва во вторник. В третьей молитва в среду. В четверг молитва там. В пятницу там. Если тебе нужен Святой Дух. И ты чувствуешь, что ты один засыхаешь. Сделай для себя скетч. Ходи по этих молитвенных собраниях. Наполняйся Святым Духом. Слушай, что Господь говорит. Слушай, как Господь движется. Позволь Святому Духу наполнить твое сердце. Я скажу вам, я сегодня был на английском собрании. С моим пониманием английского. Но это было серьезное слово. Вот если вы понимаете английский язык. Прослушайте сегодняшнюю проповедь. Это просто Бог использует наших молодых людей. Невероятно мощно. Сегодня Радмир говорил. Невероятно мощное слово. Которое созидает нашу жизнь. Которое созидает нашу жизнь. Интересная мысль я оттуда украду. Он говорит, вы понимаете, мы ожидаем чуда. Но сначала Христос говорит, наполните сосуды водой. И когда сосуды будут наполнены водой, он подойдет. И из нее оно превратится в вино. А вино это образ крови Иисуса Христа. Правда же? А кровь Христа это серьезно. Бесы ее боятся. Исцеление через нее проходит. Освобождение проходит. Восстановление проходит. Но мы ожидаем крови Христовой. А Библия учит нас. Сосуды водой сначала наполни. Что это значит? Наполни себя Духом Святым. И когда ты наполнишь себя, свой сосуд, Святым Духом до краев, прикоснется в одно мгновение Господь, и ты получишь твое чудо. И ты получишь твое исцеление. И слава Божия придет в твой дом, и ты будешь видеть сверхъестественные вещи от Господа. Мы говорили первое, что рекомендует апостол Павел. Если хочешь держать свой ум в правильном состоянии, в состоянии обновления, в состоянии преобразования, апостол Павел говорит, взирая на славу Господню, тебе нужно обнаружить Божью славу, знать, где является слава Божья, и быть там, чтобы твои глаза видели славу Божью, чтобы ты воспринимал ее. Второе, что тебе нужно, тебе нужен Святой Дух. Потому что, когда придет атмосфера Святого Духа, и ты наполнишь твой сосуд Святым Духом, Господь будет использовать эту атмосферу, чтобы в твою жизнь пришли перемены и пришло чудо. И, наконец, третье. Давид говорит, много текстов, я взял Давида. Давид говорит, блажен муж, какой, подскажите мне, который не сидит где? В собрании развратителей, и не ходит там, и не стоит там. Потому что та атмосфера разрушает. Есть другая атмосфера. Атмосфера, когда Давид, но блаженный человек, погружает себя в закон Божий. И размышляет о нем, когда день и ночь, ночь и день, день и ночь. Он погружает свои мозги в священное писание, в обетование Господне, в слово, которое говорит Господь. И это слово настолько питает его, настолько наполняет его, он настолько погружает свои мозги в Божье обетование, в Божье слово, в описании Божьей славы, в описании Божьего величия, в описании Божьего могущества, настолько сильно, что вдруг он замечает, что он как дерево, посаженное при потоках вод. Кто-то засыхает, а у тебя все зелено. У кого-то нет плода, а у тебя много плода. В свое время Бог действует, Бог являет. Итак, слава Божья нам необходима. Второе. Молитва и Дух Святой нам необходимы. Третье. Слово Божье нам необходимо. Если ты погрузишь туда твой разум, он будет процветать, он будет преображаться в славу Господню, он будет преображаться в образ Господен. Ты будешь способен понимать и мыслить, как Господь. Что дает разум? Если можно я, чтобы так по-русски сказать, например, речь не идет о том, что, знаете, вот, ты хорошо учился в школе или плохо, как у тебя по математике? Мы сейчас не об этом говорим. Ну, например, 20 лет назад можно было акцию, кого там у нас, Майкрософта, купить за тысячу долларов. А сейчас сто тысяч, да? Ну, если бы, кажут, в мене был такой, евреи так у нас говорили, чтобы у меня, чтобы в мене был такой розум, как в Ивана Потим. Знаешь, вот в Ивана Потим, чего же я не купил? А евреи кажут, чтобы мне цей розум, как и в Ивана Потим, вовремя, и я бы купил. Понимаете, как бы какая штука? А есть некоторые умные люди, мудрые, которые знают, когда нужно купить и когда нужно продать. Так вот, друзья мои, давайте мы не о материальном и о земном. Вот смотрите, Есфирь находится в сложной ситуации. Ей нужно принять решение. Прессинг очень большой, информация очень разная. Но вдруг прозвучала информация. Видишь дверь? Да. Стучись и заходи. Зайти или нет? Господи, как важно иметь мудрость, чтобы знать, что делать. Потому что другие предложения тоже есть. Но благословенный человек, который от этого шума отличает водительство Бога, голос Бога, пророческое слово Бога, и в это время делает именно то, что нужно. И сверхъестественное чудо приходит в его жизнь. Аминь. Аминь. Я приглашаю к молитве. Знаете, давайте поднимемся, мы будем молиться. Хочу вместе помолиться, и у нас будет причастие. Вроде как бы слово такое не сильно связано с причастием, да? Но мы придем к причастию. Потому что мы верим в сверхъестественные вещи от Господа. Я очень хотел бы, чтобы это не был обряд. Я очень хотел бы, чтобы Господь сегодня тебе проговорил о могуществе причастия, о силе крови Иисуса Христа. Вот там сокрыто твое чудо. Ты нуждаешься в чуде? Оно сокрыто там. Как его получить? А знаете, как его получить? Мы молимся о разных нуждах. У кого трудности, у кого проблемы, у кого здоровья не хватает, у кого денег не хватает, у кого сна не хватает, мира не хватает и так дальше. Апостол Иаков говорит, послушайте, у кого не хватает мудрости, да просит у Бога, дающего не ограничить. Вот главное, чтобы не сомневаться. Я хочу сегодня попросить очень искренне и серьезно. В нашей жизни, в нашей жизни, когда мы находимся в непростых обстоятельствах, в очень разных, относительно работы, относительно здоровья, относительно мужа, относительно жены, относительно родителей, относительно детей, относительно тех обстоятельств, в которых ты сегодня находишься. Вот. И ты думаешь, как поступить, как поступить, как поступить? Пойти или не пойти, позвонить или не позвонить, купить или продать? Не хватает мудрости? У меня простой, искренний вопрос перед Богом. Кто нуждается в мудрости от Бога? Подойдите к алтарю. Я смутил вас? Писание говорит, если тебе необходимо получить от Бога какое-то откровение для твоей жизни, проси у Бога. Нелечка, встань вместо меня, а ты вместо себя стал. Родные, такая неожиданная, не часто в церкви приглашают к этой молитве. Проход освободите, потому что, да, пройдите сюда. Друзья мои, я вижу в этом огромное благословение. Мы живем в очень непростое время. Мы получаем очень много самой разной информации противоречивой. Очень много самой противоречивой информации. И нам в жизни нужна мудрость. Как правильно поступить здесь? Как правильно поступить там? Как правильно поступить на работе? Может, тебе нужно... Ты не знаешь, как тебе идти учиться и не идти? Ты не знаешь, тебе идти в этот бизнес с ним или не идти? Ты не знаешь, сейчас в это направление тебе идти или в другое? В церкви ты не знаешь, этим делом заняться или другим, ты не знаешь, таблетки эти принимать или те, ты заболел и тебе пять рецептов разных предлагают, ты не знаешь, как поступить. Бывает такое? У меня бывает такое. У меня бывает такое. Священное Писание говорит, если ты нуждаешься в Боге, попроси у Него мудрости, и Он даст тебе сверхъестественной мудрости от Бога. На твои жизненные обстоятельства, чтобы от Бога пришел голос, от Бога пришел ответ. Бог умудрил тебя, Бог подсказал тебе, и ты точно знал, как тебе поступить в этой ситуации. Понимаете, когда Бог будет говорить твою жизнь, это очень часто будет нелогично. Потому что логично, с Есфири могли снести голову, но Бог сказал, иди открывай двери, и ты получишь твое чудо. Бог положит тебе на сердце, как поступить в той или другой ситуации. И тебе нужен голос от Бога, и тебе необходимо откровение от Бога. И мы будем молить Бога, чтобы твой разум, Он поместил в Его свое присутствие. Чтобы ты был способен услышать голос от Него, вразумление от Него и помощь от Него. Давайте по-детски поднимем руки к Отцу Небесному. Господь, мы обращаемся к Тебе. Мы Твои дети, Господь, и я стою вместе, Боже, с Твоими сыновьями и дочерями сегодня здесь, в Твоем присутствии. И мы просим Тебя о мудрости свыше. Господи, жизнь непроста, информации много всякой, и мы нередко не знаем, как поступить. Я прошу Тебя за Твоих сыновей и дочерей, которые в это время, на этой неделе, в этих обстоятельствах не знают, как правильно поступить. Трещит голова, много мыслей разных, советчиков много разных, мира нет в сердце, беспокойство. И мы нуждаемся в мудрости свыше, мы нуждаемся в водительстве от Святого Духа, мы нуждаемся во вразумлении с неба. Я не знаю, как ты проговоришь, у тебя есть много методов. Иногда ты приходишь во сне, иногда ты говоришь через пророчество, иногда ты даешь голос твой, иногда ты обстоятельства поворачиваешь. Боже, я знаю, что у тебя много вариантов, как ты отвечаешь твоим детям. Боже, я прошу Тебя, благослови всех, кто сегодня здесь у алтаря. Да придет Твой ответ, да придет Твоя помощь, да придет Твое благословение. Благослови нас, чтобы мы берегли свой разум, берегли от атак дьявола, берегли от всяких ненужных информаций, которые приходят в голову. И наоборот направили свой разум, свое восприятие туда, откуда приходит помощь, туда, откуда мы ожидаем чуда, туда, откуда приходит благословение. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, Боже, благослови каждого из нас. Благослови каждого из нас. Во имя Иисус. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok